Вот такой комментарий от Виктора Шадрина. Понадеявшись на фитоспорин, многие остались без урожая. А реклама, конечно, по фитоспорину мощнейшая. И минусов никаких. Панацея от всех бед. Рассуждайте. Порассуждаем. О панацеи от всех бед расскажу о нашем опыте применения фитоспорина, об интересном опыте зрительницы канала и необычном применении фитоспорина. Почему не помогает фитоспорин? Причина первая, хотя очень маловероятная. Сенная палочка – одна из самых живучих бактерий. Но мы не можем исключить, что купленный препарат не содержит живых клеток и спор, которые должны быть в качественном препарате. А если их там нет? А если есть, то действительно ли их количество соответствует заявленному? Это зависит от многих факторов, начинают производство, фасовки, заканчивая хранением. И даже если у рядового огородника на чердаке случайно завалялся микроскоп, и можно посмотреть, есть ли там кто живой, то нужно знать, как выглядит сенная палочка. И вторая причина, по которой огородник приходит к выводу, что фитоспорин не работает. На мой взгляд, это самая распространенная причина. Действительно, большое количество огородников ищут панацею от всех бед. Пошли какие-то ощущения у вас? Ищут суперсредства. Один раз побрызгал, и все, 100% гарантия. Никаких болезней не будет. То, что это препарат биологический и содержит живые споры, которым нужны условия для жизни, не учитывается. Использовать препарат нужно до того, как растения заболеют. И использовать не один-два раза, а нужны систематические обработки и обязательно с оглядкой на погоду в данный момент времени. Мне попадалось много советов в интернете о том, что фитоспорин разводится по инструкции один раз в начале сезона, а потом разведенный концентрат может стоять 3 месяца, обязательно в темном месте. Оттуда весь сезон мы можем брать нужное количество, разводить водой и использовать. Но тут возникают вопросы. А чем будут питаться ожившие и быстро размножающиеся бактерии в растворе, который стоит 3 месяца? Что они будут есть? Кроме того, сенная палочка – это грамм положительная аэробная бактерия, которой для дыхания нужен кислород. А как будет происходить поступление кислорода в сосуд с концентратом в течение 3 месяцев? На пакете производителя я вообще ничего не нашла про хранение разведенного препарата. Могу предположить, что хранить разведенный препарат не стоит. В лучшем случае споры в нем уйдут в спячку. Как на сенную палочку влияет солнечный свет? Этот вопрос меня заинтересовал, ведь это почвенная бактерия. Оказалось, что сенная палочка достаточно хорошо переносит солнце по сравнению с другими бактериями. Неделю на листе должна продержаться. Опрыскивать растение лучше ближе к вечеру, после захода солнца. Если на следующий день нет дождя, то фитоспорин на листе засохнет. Но бактерии займут всю или почти всю поверхность листа. И патогену на таком листе будет некуда прицепиться. Может начаться дождь. И тогда что произойдет? Влага попадет на лист, и бактерии оживут. Здесь на кадре капля фитоспорина, высыхая на смотровом столе микроскопа, превратилась в бурое пятно, прилившее к стеклу. То есть с исчезновением воды жизнь прекратилась. Движения нет. Что мы делаем? С помощью пипетки помещаем на это пятно капельку воды и наблюдаем. Бактерии ожили. То есть жизнь возобновилась. Несмотря на такую неблагоприятную обстановку, бактерии, видимо, уснули. Сейчас они проснулись, и вот мы опять наблюдаем жизнь. И даже при систематической обработке растения фитоспорином нельзя полагаться только на фитоспорин. Нужно учитывать все. Двери в теплицу не закрывать, посадка томатов не должна быть густой. Чередовать с препаратами, содержащими другие штаммы сенной палочки. Если нет времени на обработки, то применяйте медсодержащие препараты. Совсем нет времени? Применяйте системные препараты. Самый сильный системный препарат – это ридамил голд. Но имейте в виду, что сам производитель предупреждает, что препарат онкогенно опасный. Про наш опыт использования фитоспорина было рассказано в 2018 году. Кто не смотрел видео, можно посмотреть по ссылке наверху. Коротко напомню, о чем было видео. На картошке быстро распространился фитофтороз. Виной тому было наше бездействие в теплую дождливую погоду. Мы развели две вот такие пачки фитоспорина в 20-литровом ведре утром и оставили ведро в темном помещении. Через 12 часов на поверхности образовалась белая пленка. И вечером содержимое ведра вылили в бочку. Температура воды, в которой была плюс 27 градусов, у нас получился объем рабочего раствора 220 литров. Этим раствором мы очень тщательно опрыскали ботву картофеля и пролили почву на тех грядках, где рос картофель. Площадь грядок под картошкой была примерно 13 квадратных метров. Часть раствора осталась. И картошку опрыскали повторно через 3 дня. Ровно через неделю все повторили. Концентрация раствора. Рекомендованная концентрация 400 граммов пасты на 1200 литров воды. У нас получилось 400 граммов на 440 литров воды. То есть концентрация раствора в 2,7 раза выше рекомендованной. Удалось ли остановить фитофтороз на картофеле? Фитофтороз был остановлен, но не на всех сортах. Вот так выглядел голубой дунай до опрыскивания. А это тот же куст при уборке. Отросли новые пасынки, а заболевшие листья отвалились. Но самый болявый сорт спасти не удалось. Это единственный пасынок, что вырос. Остальные стебли были потеряны. Что с урожаем? Этот болявый, неустойчивый к фитофторозу сорт я сажаю уже 10 лет. И я совершенно точно знаю, что если ботва именно этого сорта поражена наполовину, фитофтороз, то уже при уборке будут попадаться больные клубни. А при дальнейшем хранении такого урожая фитофтороз проявится. Половина урожая именно этого сорта может быть потеряна. А уж если ботва этого сорта поражена полностью, то я ожидала, что еще при уборке почти все клубни будут уже больные. Но этого не произошло. Больных клубни не было совсем. Но клубни были мелкие. У любого сорта с ботвой, пораженной фитофторозом, на четверть, а тем более наполовину, клубни перестают расти. Держать на грядке картошку с фитофторозом нет смысла. Картошка, убранная с этого куста, специально хранилась отдельно. По прошлому опыту, этому ящику нужна была трехкратная переборка, иначе все клубни потекут. Но и этого не произошло. До весны ни один клубень, не только из этого ящика, а из любого другого, не испортился. Почему? И тут мы вспомним, что землю у всей картошки мы дважды проливали концентрированным раствором фитоспорина. И немножко про концентрацию раствора. Вот есть такой фитоспорин, называется реаниматор. Производитель одинаковый. Сравним надписи на этикетке. Штамм 26D в обоих случаях. Титр живых спор и клеток 100 миллионов. И 10 в девятой степени это 1 миллиард. То есть в этой бутылочке живых клеток в 10 раз больше. Вес 200 граммов, объем 200 миллилитров. Давайте приравняем две эти величины для простоты вычислений. 208 граммов с упаковкой. Погрешность, конечно, будет, но она будет небольшая. И 231 грамм с упаковкой. Понятно, что эта упаковка тяжелее. Рекомендованная концентрация 200 граммов на 600 литров. 200 миллилитров на 4 литра при средней степени поражения. И при реанимации 200 миллилитров на 400 миллилитров воды. Вы видите разницу? А если еще учесть, что в бутылочке бактерий в 10 раз больше, то получаем разницу концентрации бактерий в 15 тысяч раз. Из отрицательных моментов моего эксперимента с фитоспорином. Об этом было рассказано в отдельном видео. И его можно посмотреть по ссылке наверху. Если коротко. Черви после полива почвы раствором фитоспорина пропали. Наши грядки это червятники. Червей в грядках тысячи. Поэтому не нужно писать в комментариях о том, что присутствие червей в червятнике зависит от поливов. Чтобы вот такое количество червей одновременно покинуло грядку с кормом, которая поливается всегда, должна быть веская причина. Через месяц черви появились вновь. Но это были маленькие особи. Скорее всего черви из коконов. Кроме того, личинки бронзовки, которые жили на грядке, вместе с червями погибли. И приобрели вот такой вид. И в видео я задалась вопросом. Подействует ли фитоспорин также на личинок майского жука, я сомневаюсь. Ведь бронзовка питается мертвой органикой. А хрущ ест корни. Особенно взрослые личинки. Бронзовка менее подвижна, чем хрущ. Возможно, что на хруща и не подействует. Проверить это я не могу. Прошло два года. И одна из постоянных зрительниц канала провела вот такой эксперимент. Провела свой эксперимент. Обработала личинки майского жука разведенным фитоспорином. А в другом контейнере якобы разбуженным метаризиумом. И в третьем ничем. Обработанные метаризиумом и контрольные с 11 мая живы, похудели, едят салфетку. А вот обработанные фитоспорином на пятые сутки обуглились, как от огня. И на седьмые сутки все-таки погибли. Когда полила фитоспорином одну грядку, черви из-под мульчи поползли в разные стороны. Сбежали. Прошла неделя. Ливень сильный. Вчера подкладывала свежую траву, подняла старую мульчу. Червяков полно. Вывод. Если личинки жука достали и опустились руки, можно прибегнуть к фитоспорину. Особенно, если встает вопрос. Химия или фитоспорин? И, кстати, Наталья, с вашей подачи я прибегла к нему. После этого эксперимента остается только один вопрос. А был ли метаризин рабочий? Или это была пустышка? К сожалению, ответ на этот вопрос у нас получить нет возможности. Полезные насекомые. Шесть яростных защитников сада и огорода. Как избавиться от слизней? Как избавиться от медведки и личинок майского жука? Почему опадают цветы на томатах? Всем хороших урожаев! С вами была Наталья Сморчкова. Канал и сайт в Огороде.Про.